всем доброго времени суток мы продолжаем играть в ксп и предыдущей серии мы запустили корабль с лаборатории на минус переключаемся она просто приземлилась и стоит стоит как видите достаточно кривенько растопыриваем антенну так что у нас здесь науки 0 даты 125 я бы сказал нам неплохо бы нам неплохо бы выйти копнуть земли не хочет она падать в общем скатывается хотя на самом деле по он тут ставил какие-то лазалки а я лазалки ставил в другом варианте вот лазалка допускаться в общем мимо это лазалка не будет она выпускаться видимо сильно утоплено корпус или еще что-то она стояла на краю этот баг добавлен потом то есть без лаза будем летать ну ладно что мы можем тут сделать мы можем поставить флаг за это возможно что дадут 8 пойдет 37 то в принципе деньги и возьмем флаг то у нас будет первая лаборатория когда им тут будут города они будут по названиям этих вот посадок нам что-нибудь еще нужно сделать спасибо от 0 флаг что у нас еще есть флаг на луну данные с орбиты луны данные с паркси луны и а вот после луны я на счет этого я не уверен 5000 электричества к полу будет 9 кербалов поддерживать если не забуду антенна docking port в общем следующая лаборатория будет на муне и она будет большой здесь мы больше ничего не можем поделать поэтому сейчас относим данные на ракету и на том устраиваемся делать исследования у меня была изначально мысль что эта ракета будет летать всячески здесь по минусу пользуясь его низкой гравитацией и и устроился молодец и соберет данные в разных биомах дата 125 все в исследовании 386 вот лучше статус все процесс пошел ученые работают владеешь на мой перелетать но топливо осталось вот не вагон то у нас здесь все мало пропелан то возможно на нем слетит конечно ох ты электричество не хватает лаборатория жрет там можем вылететь ну она с людьми так что ничего страшного и вот 200 топлива 264 250 пропелан то есть ну пару раз я может быть перепрыгну с места на место но это максимум так надо чтоб солнце светило допускаешь или поднимаешься ну зависит она без электричества я думаю с любви не выглядит все хорошо но вот батареечек то маловато маловато а мы пока сложим антенну не напискаешь что она ждет но мы все равно слов получил счет не фига так же тикает вниз солнце видимо садится потому что больше 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 она берет что мы можем отключить а мы ничего не можем включить close doors ничем мы не можем включить фу стоять не шевелиться вот это я включил но вот она тикает вниз ничего с этим нельзя поделать ну выжил итак спейс центр есть общая мысль послать к ним 33 мало ровер чтобы он бегал по биогу и запасался данными так миссии арбитальную станцию не хочу это докинг на арбисе тоже не хочу у вас ничего хорошего нет еще какие-нибудь данные слоны привести нет литература на кербине так в общем ничего хорошего что у нас в исследованиях 160 с 90 ничего не осталось все исследовано 33 а можно было просто промотать время и получить данные с лаборатории но я думаю астронавты что у нас у нас есть инженер у нас в принципе есть пилот из оранжевых изначально но он у нас есть есть ученый то есть лабораторию на мну мы послать то можем но хотелось бы ее сделать передвижной колеса у нас есть вот эти вот эти ноги у нас есть ноги 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 у нас есть вот эти нет это те которые сейчас это не те мощные опоры которые были бы нужны но вот вот и бедно батареечки у нас они 1 на 6 и 3 на 2 это милочь это стационарные вообще фигатень слабо их все надо будет втыкать ну в общем хорошая лаборатория честно говоря не получается можно можно такую же послать это конечно будет хоть какой-то плюс в исследованиях ну давайте наверно так и сделаем что у меня тут из проблем из проблем у меня здесь отсутствие достаточного количества солнечных панелей 3 на 2 1 на 6 ну-ка ну тут по-моему больше хапнут чем те так а это еще не все мы их еще поставим 1 на 6 тут еще воткнем далее мммм это муна это не минус соответственно лететь немножко ближе на посадка там тяжелее поэтому оставим как есть так а да у нас лестница не лестница ну-ка так она так и грунт воткнется ну выдвигается странно ну ладно так батареек добавил емкости можно добавить да нет смысла особо нет ну чем еще сюда в принципе что я могу забыть сто процентов ну вроде все открывать я ничего не открывал так кто он сюда забрался где беда и я это у нас супер пилот инженер ученый а потом я к ним пришлю новую версию лаборатории ну вот как то так поехали начинаем старт так побыстрому выбегаем движок и ускорители потом отстреливаем эти запускаем там все погнали вперед так такой неспешный старт как можно это повлиять жидкостным двигателем выводим счастье в более разреженные слои в более разреженные слои атмосферы боюсь сейчас если я в боку я чуть-чуть можно так задать направление немножко так можем еще в самых плотных слоях я выркнуть я еще не боюсь он тоже пошел поток сейчас только дернем туда хана и сразу так отстрел теперь можно развлекаться давай 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 потихоньку как мне сказали подписчики полный газ является достаточно экономичным способом выгода на орбиту ничего лишнего она не жрет поэтому исходим из этого так 39 40 хорошо идем эта скорость падает о пошел набор 44 30 ну нормально два бака еще два бака думаю с мной пройдет все проще чем с минусом хотя на нее посадочка конечно саживет 600 уже 51 53 а давайте разгон по орбите уже включать да 700 топливо кончается 2 такой же движок ракета стала легче так по орбите сейчас закончим 900 блин медленно все вниз пойдет уже так все вперед ставим ничего по орбите 1100 нам 2 с копейкой мы уже вниз идем мы уже падаем 50 очень плохо там все рядом нам 500 набрать с падением мы скорость набираем мы сможем плотные слои прерывайте так нифига не фонтан давай разгоняйся мы там еще не горим пока нет нам это не нравится опять она впритык вышла хочу большие двигатели большие баки 53 ну 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 давай 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 увеличу орбиту 900 падаем 50 сейчас уже там металит будем все изображать на 2000 все пошел 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 2200 вот уже ужас ужас давай 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 ех так вперед вот мордой с тем чтобы меньше обгорать ох мы ща с нас спали опускаемся жешь или мой антон уже спалили этот антон еще есть на нагрев идиот подъем 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 Закопчен краб. Вырвется на орбиту. Давай, давай, давай. Пошел, пошел, пошел. Разряженные слои. Давай. Ай, кошмар. На грани помирания. Возможно, что-то уже отвалилось. 50, но стихает, стихает. Да. Это было... Не сказать, что круто. Это был дурдом. Все на месте, лапки на месте. Лаборатория тоже вроде выжила. Может, все хорошо. Ну, вот такая вот катастрофа. Небольшая. Чуть не произошла. А кто сказал, что будет легко? Срана. К минусу без проблем ушла. Я правда добавил веса тут немножко. Солнечные панели поставил. Может, из-за этого. И рановато я наклонил все-таки. Наверное. Надо было чуть выше орбиту задавить, стартую. Потом уже в бок сгонять. Ну, в общем, все. Мы выжили. Малость подкоптились. Но все хорошо. Да. Все. Нормально. 185. Тут, ну, на. Тут не фонтан. Муна. Муна. Цель. Орбита в плоскости. И тут отсюда ставим маневр. Пошел. Оп. Вот так. Ну, еще 800, да. Все стандартно. Варпаемся. А, мы сейчас наварпаемся. Ага. В атмосфере-то практически. Тут высота какая будет? 150. Потому что, как тогда? 170. А ну, нормально. 66. Сейчас можно будет ускорить процесс. Так, сначала тормозную процесс. Потом еще ломанется. Так, стоять. Теперь варп. Сюда. Ну, теперь все быстро. Так, погнали. 15 секунд до запуска. Батарейки на месте. Разгон-то по орбите. Изначально. Пашу. Я чувствую, нам только вот не хватит. Да, мне советовали минус половину вот этого времени на маневр запускать двигатели. Но я прощел. То есть, тут было, допустим, сколько? 36, допустим. Да, то есть, минус 18 надо было начать. Но упустил я этот момент. Так, уменьшаем. На самом деле, мне советов уже много давали подписчики. И не только подписчики, но и просто смотрящие видео. Эти. Так, давайте растопырим через солнечных панель. Те, которые поменьше. Поменьше. Нам нужно электричество. Мы же не можем приземлиться, я так думаю. Не помню, как мы на минус садились. Так, господа. А давайте мы... Какой-нибудь. Клюри порт. Клюри порт какой-нибудь. 0,3. 30 науки. Пойдет. Ну, научно мы на минусе садимаем. А где Q? Я же цеплял Q. Вот. Одно. А, ну да, одно. Потому что мы на минусе его используем. Его можно будет перезарядить. Тогда все. Так. Серия уже довольно недолгая. Ну, наорвите моды. Давай. Закончим. Продолжим потом. Так. Ничего там не включено. Не включено. Warp. Электричество есть. Все хорошо. А приземляться там в следующей серии. Так. Вот она к нам прилетела. Так. Мне сейчас будут наверняка говорить, что я опять ухожу на орбиту. С тем, чтобы садиться не в ту сторону относительно вращения планеты. Да. Я, честно говоря, не очень знаю, в какую сторону-то зараза вращается. Подозреваю, что вот так там вращается. Потому что на все время одной стороной керпи. Не знаю. Торможение. Ну и, в принципе, ничего страшного. Я летаю внутри лаптя по карте. На глаз выхожу на орбиту. Что поделать? А? Что это было? А это было кончившееся топливо. Тыц. Мы переключились на наш последний движок. В нем 700 топлива. 720. И мы можем не успеть сесть. Потому что лаборатория массивная. Но на это вам не минус. Эть. Эть. А, ну тормозимся. Ну, мы попытаемся. На минус мы сели даже с небольшим запасом. Но там много потратили прыгая среди гор. Так. Нам там нужна плоская равнина. 700. Где-нибудь, наверное, 50, наверное. Будет нормально. Все-таки МОНА. Атмосферы нет. Летать можно довольно низко над ней. И я-таки рассчитываю на большие двигатели. Хрен с ними, с колесами. Первая лаборатория ездящая будет, допустим. Наверное, опоры послабее будут. А, солнечные батареи над большие еще. Или много мелких. Проблема, проблема. Ну, или действительно делать ровер, который побегает по другим биомам, соберет и обратно приметиться. Или маленькую ракетку робота. Который тоже будет прыгать по биомам, возвращаться к этой лаборатории. И с него ученые будут снимать информацию. Перезаряжать лабу. Перезаряжать гу. И снова в прыжки. Ну так пока топливо не кончится. А топливо у него, кажется, сойти будет не в лакон. Да, ровер вечный. Еще подумаю, что лучше. Так. Варпаемся. Сейчас вторую уменьшим. Обломок полетел. Он на обломок. Так. Уменьшаем вторую полуось. Полуось. Апогей уменьшаем. Это апогей. Уменьшаем апогей. Апогей. И на том, на этом стабильной орбите, на том притормозим пока. Вот их до следующей серии. Полчаса уже есть. Зато с первого раза взлетели. Нечастый случай. Так, давай, 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 давай. Тут уже падает. Падает намедленно. 180. Давай более-менее круглую. 54. Полтинник, наверное. Ага, сейчас полтинник. Там уже полтинник. Давай еще круг. Чуть не доходя. Реверс. Реверс. 49 уже даже. Так вот. Тоже падает, но медленнее. Хороший. 50-го. Ну, ладно. 10 километров разницы. Не страшно. Все. Смотрим. Что у нас? У нас красота. Все летит. Открывать ничего не будем. Так. Что у нас из заданий? Флаг ватнуть. Еще как вот в нем. Данные с орбиты Моной. Кривый репорт. Трансмит. Рековер. Отсоциал за рековер. Не сошло. А, нечего передать. Хорошо. Кривый репорт у нас ушел внутрь. Выдвигаем антенну. Трансмит дата. Мы ничего не передали, да? Понятно. Что мы еще там? Чем мы тогда еще можем порадовать ученых на Кирвине? Можем порадовать их температурой. 150-го. Мне жалко ее отдавать. А при передаче на ООП. Кип. А? Ааа. Передать. Или привести. То есть, надо передать. Купол, купол. Ку-тру-тону. Блин. Куда кривый репорт делся? Вот. Трансмит. Фикс. А? Выполнена красота. Антенна складывающаяся. Что еще? Ну, с поверхности мы передадим. Очередную кривую порт. А вот с аутпостом... У него нет токинг-порт, а то есть это вообще правильный. Что мы получили? Три навыки. Сами такие. Все. На этом данную серию заканчиваем. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.